Всем привет друзья, с вами Джонни и это 69 серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ коинов. Напоминаю, что я играю на 16 сервере Arizona RP Gilbert. Скачать лаунчер ты сможешь по ссылочке в описании. И если будешь регистрировать новый аккаунт, обязательно указывай мой никнейм в поле пригласившего тебя друга. За это на пятом уровне ты автоматически получишь 300 тысяч. И также на пятом уровне указывай самый топовый и прокачанный промокод на сервере, решеточка стар. За него ты получаешь системный 700 тысяч, ну а если отпишешь мне вконтакте, я докину еще один миллион. Приятного просмотра. Решил я начать эту серию небольшим визитом на мероприятие PUBG. Когда-то давно в PUBG мне удавалось брать почти что в каждой игре топ 2, топ 3. Будет интересно посмотреть, что меня ждет в этой игре, ибо давненько я не участвовал в этом мероприятии. И что сразу же могу заметить, мне не повезло, ибо у меня не отображается системный худ этого мероприятия. Нашел себе дробчик в виде шотгана, и вы только посмотрите. Совсем рядом мне удалось найти снайперскую винтовку. Хотел добежать до другого здания, но здесь передо мной встречается совершенно другой игрок, у которого есть Desert Eagle. Пытаюсь от него отойти подальше и соснопой что-нибудь показать, но к сожалению, на близком расстоянии против дегла, конечно, у меня было мало шансов. На руках у меня прямо сейчас 104 миллиона. Обязательно оплачиваю налоги, но и конечно же нужно проверить свою майнинг ферму. Как мы видим, она находится на паузе, поэтому забираем отсюда 180 биткоинов, ну а после чего перезапускаем работу майнинг фермы. Также, друзья, как вы помните, у меня есть цепь махинатора плюс 12, и в этой серии желательно сделать ее плюс 15. Для этого мне необходимо купить нашивку, но не простую, а нашивку третьего уровня на урон. Со своего депозита я снял 16 миллионов, и на руках у меня уже 120. Собираю свой магический шар, и в ту же секунду кто-то попытался меня похитить. На меня сделали заказ, и совершенно непонятно, что стоит делать дальше, ибо тот самый игрок, который меня похищал, куда-то пропал. Перезаходим в игру. Решил полететь к автобазару, посмотреть, что сейчас продается на нем. Вижу здесь ДФТ, и учитывая, что когда-то давно у меня был такой транспорт, но это было еще до обновления, с бочками, теперь, как вы знаете, на нем можно зарабатывать больше. Не знаю, хватит ли мне 120 миллионов для покупки ДФТ, но все же сейчас у меня совсем другая цель, а именно купить очки нетранера, поэтому с этим придется подождать. На автобазаре не так уж и много интересных автомобилей, ну кроме как каких-нибудь геликов. Те самые очки нетранера, как вы можете заметить прямо сейчас, можно скрафтить в подвале дома. И я заметил интересную особенность, для их крафта необходимо столько же количества ресурсов, как и на крафт цепи махинатора. Но, если сравнивать цену этих двух аксессуаров, она разная, ибо очки нетранера стоят на порядок дешевле, нежели чем цепь махинатора. Поэтому, я сразу же отбрасываю идею крафта этих аксессуаров. Лучше всего просто снова скрафтить цепь махинатора, продать ее, и в конечном итоге за деньги с продажи, купить очки нетранера может в заточке плюс 12. Но, конечно же, для этого нам снова нужно потратить небольшое количество денег на скупку ресурсов. Открываю прямо сейчас свой шкаф и достаю отсюда все ресурсы золота, ну а также хлопка. Выхожу из своего домика, отправляюсь на ЦР, и вы, друзья, не поверите, меня снова кто-то связывает. Вроде бы никому дорогу не переходил, но мое имя оказалось в заказах на убийство. Короче, удалось мне отделаться. От того самого преследователя отправился я на центральный рынок. Решил закупить 300 льна, хотелось бы попробовать скрафтить одну цепь, поэтому не будем закупать ресурсы в столь огромном количестве. Также закупаем 80 бронзы за целых 9 миллионов 600 тысяч, ну и 62 алюминия. Возвращаемся в подвал моего домика. У нас есть ресурсы ровно на один крафт, поэтому наколдуем сейчас эту зеленую кнопку изготовить, и погнали. Совершенно неудивительно, что эта попытка была неуспешной. Я снова решил отправиться на центральный рынок, закупить ресурсов. На этот раз аж на целых 3 крафта. Ну и как вы видите, потратил я примерно 40 миллионов. На руках у меня осталось 66 мультов, и на самом деле было бы куда лучше, если я бы купил все же ту самую нашивку на урон. Но когда речь заходит про крафты, я совсем выбиваюсь из своей колеи, поэтому на этот раз будем надеяться, что 3 попытки для меня будут достаточны. Позади у нас 2 провальные попытки, и замечаю, что мне не хватает 3 бронзы для того, чтобы сделать следующий крафт. Очень обидно. На следующий день я снова закупаю бронзу, ну а также другие ресурсы. Короче, я снова вошел в азарт, и не знаю, как от этого остановиться. Можно, наверное, крафты сравнить с казино, ибо здесь ты не до конца уверен, получится ли у тебя выйти в плюс, либо же ты все проиграешь. Хочется надеяться, что я еще не все проиграю. На балансе у меня 55 миллионов, я запускаю следующий крафт. И вы не поверите, но он также безуспешный. Короче, у меня люто забомбило, я вернулся на центральный рынок. У меня осталось всего лишь 29 миллионов, я купил большую часть ресурсов. Но все же на обычном сервере мне недостаточно будет бронзы для того, чтобы сделать 2 крафта. Поэтому я решил, что можно слетать по фасту на Вайсити, появляюсь в домике подписчика, который давно меня здесь подселил, но у него не оплачена коммуналка. Поэтому отправляемся в банк, обмениваем здесь 30 тысяч Вайсити долларов, оплачиваем коммуналку, ну и в общем-то возвращаемся в подвал дома и запускаем еще 2 попытки. Это, наверное, уже по счету почти что 10 попытка крафта. И как мы видим, она также неуспешная. Я уже дома у себя на сервере, на руках у меня 25 миллионов. Вернулся в аэропорт, чтобы обменять остатки Вайсити долларов, плюс еще 3 миллиона на мой баланс. Ну и ситуация довольно скверная, ибо мы ушли в минус на целых 90 миллионов. Это, по сути, цена той самой нашивки на урон. Победитель на розыгрыш из прошлой серии прямо сейчас у вас на экране. Отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня давайте разыграем 10 миллионов, неважно на каком сервере Аризоны. Условия простые, нужно просто написать свой никнейм, поставить лайк и в комментариях написать еще что-то касаемо данного видеоролика. С вами был Джонни Стар, всем до скорого!